Всем доброго дня! Сегодня у нас 3 ноября 2022 год. Хочу показать, как и обещала, что же все-таки выросло у меня с моих помидор, посаженных на балконе. Вот такие помидорки выросли. Это томат Санька. Растут в горшках по 10, по 8, по 5 литров. Объем разный. Томат Санька уже начинает спеть. Не слишком много плодиков на этом кустике завязалось. Но есть еще. Покажу сейчас. Следующий томат Лукошко на окошке. Вон там у нас завязывало внутри много маленьких помидорек. Помидорок. Лукошко на окошке. Продолжает расти. Так, это второй. Второй кустик томата Санька. Там тоже есть и спелые. Уже с него мы снимали помидорчики. Много зелененьких. Постоянно отдают пасынки. Постоянно их приходится удалять. Потому что дорасти дальше некуда. Ноябрь месяц за окном. И поэтому второго плодоношения я ему, конечно, не могу себе позволить. Скоро будет на улице мороз сильный. И на балконе будет очень холодно. На лоджии. Лоджия застеклена, но не утепленная. Так, это продолжает расти и спеть. Томат Аляска. Уже очень много. Он много давал томатов. Много снимали. Это уже все, которые маленькие были. Это уже второе у него плодоношение. Здесь он снова начал цвести. Вот такие огромные цветки он дает. Опять начал цвести. Опять начал завязывать маленькие томатики. Вот я не знаю, успеют они не созреть. потому что как бы уже вечерами прохладно. А ночами совсем холодно. На балконе и 13, и 14 градусов всего тепла. В общем, не знаю, посмотрим. И причем он большой, занести его куда-то не представляется возможным. Он очень высокий. где-то метр с лишним. Метр двадцать, может быть. Так, следующий томат у нас сибирский карлик. Сибирский карлик тоже позавязал. Вот такие вот довольно-таки крупные помидорки. И крупные, и маленькие. Разные. Там вон целая гроздочка помидорок. В общем, такой компактный, удобный в переноске. Его можно, конечно, в случае похолодания сильных, можно занести домой. Небольшой горшок, всего три с половиной, где-то три литра сибирский карлик. Ну, растет потихонечку. Так, и третий куст сорта томата Санька. Тоже этот самый плодородный получился у меня кустик. Он дал целых шестнадцать помидорок. Целых шестнадцать помидорок. Но если бы пасынки, конечно, не убирались, он бы наверняка еще больше смог бы нарастить помидор. Но так как, повторюсь, времени не сильно много у него для созревания. Вот. Пришлось дать шанс вырасти только небольшому количеству томатов. Тоже краснеет. Тоже сегодня будем срывать на салат. Так, и еще вот такой вот у меня красавчик. Это у меня сладкие курносики. Сладкие курносики. Семена премиум класса. Они все-все-все-все-все-все начали вот такие вот небольшие плодики уже начали созревать. очень красиво. Конечно, декоративно смотрится. На макушечке много завязывает. Цветет во все еще и завязывает маленькие маленькие плодики. завязывает вот такие красивые лимонного и потом в полной зрелости они апельсинового оранжевого апельсинового цвета красивые. Вот. Вот такая красотень. Не хочется их, конечно, снимать, чтобы побольше они наросли, чтобы они больше созрели, чтобы очень красиво хочется, чтобы очень красиво смотрелся кустик. Так. Вот у меня их три. Значит, первые два они более уже созревшие плодики здесь, а здесь вот только созрели два. Третий. Третий. Нет, три помидорки созрели. Созрели три помидорки. Все под листиками. Вот такой еще интересный помидорчик дал. Интересный. Он с одной плодоножки. С одной плодоножки был такой интересный пушистый цветок. И вот с одной плодоножки выросло два помидорки. такой вот интересненький. Красиво очень. Так. Еще здесь у меня стоит стоит и все-таки продолжает спеть. Уже много тоже снимали с него плодиков. Много уже пустых веточек. также маленькие вон тоже начинают спеть. Это балконное чудо. Балконное чудо. вот красненьких томатиков тоже много поспевших и периодически срываются. Третье ноября. А здесь посадила вот каменный цветок. Растет тоже. Потом буду смотреть конечно какой он вырастет. Я обязательно засниму и обязательно покажу. В общем все. Спасибо всем. Всем пока.